Полгода с момента начала войны, развязанной Владимиром Путиным, и часть путинского окружения вновь рассказывает, что все в порядке и все идет по плану. Сергей Кожугетович Шойгу, глава Министерства обороны, говорит, что все идет в точности с распланированным порядком действий. Ему вторит и Дмитрий Медведев, бывший президент России, а ныне клоун со странными постами, говоря, что все идет по плану. Но, честно говоря, когда смотришь на карту войны, когда смотришь на то, что происходит, совершенно не кажется, что все идет в точности с тем, как распланировал Владимир Путин. Более того, западные издания типа Washington Post, которые подробно публикуют историю начала этой войны, тоже заставляют сомневаться в словах различных лидеров России и их окружения. Я решил поговорить с Яном Матвеевым, военным аналитиком, о том, как мы можем увидеть, идет ли действительно все по плану, какие есть проблемы у российской армии и что в будущем она будет делать. Какие попытки она еще может предпринять для того, чтобы все-таки захватить, например, Донецкую область, а то и Киев. Обо всем этом в сегодняшнем видео не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал. А вот наш разговор с Яном Матвеевым. Привет, Ян. Прошло полгода с момента начала войны, и Сергей Шойгу недавно отчитался, что то, что они называют СВО, специальная военная операция, идет по плану. Ему вторят и Дмитрий Медведев, который говорит то же самое во французской уже пресне. Расскажи, пожалуйста, по твоим наблюдениям, ты наблюдаешь за войной с самого начала, насколько по плану идет у них эта война, а по чему мы можем делать выводы о том, насколько это все действительно соответствует задуманному, и какие вещи нас заставляют в этом сомневаться? Да, конечно, довольно странное заявление Шойгу, с учетом того, что мы видим за прошедшие шесть месяцев, и что много раз они заявляли. И, конечно, нетрудно догадаться, что любой здравомыслящий человек воспринимает это со скепсисом и скажет, ну какой такой план мог быть, да? И я бы даже не хотел бы сейчас, наверное, говорить о таких очень ярких вещах, вроде там затопление крейсера Москва, отступление из Киевской области, которые и так всем очевидны, да? То есть вот о пожарах на Белгородском НПЗ и прочих таких ярких вещах, которые, ну уж точно не могли входить ни в какой даже самый безумный и сумасшедший план, каким бы он там ни был. Хотелось бы остановиться вот на таком интересном моменте. Любой военный план, любой план войны, он должен подразумевать то, что командующие как-то продумывают, что они будут делать в случае неудач и в случае затяжного конфликта, да? И одна из самых важных вещей – это откуда брать ресурсы, потому что в войне, да, у тебя есть солдаты и они погибают, нужно их чем-то заменять, есть танки, их нужно чем-то заменять. И вот давайте просто даже посмотрим на то, что происходит с этим сейчас в российской армии. Мы видим, что любые какие-то вот поползновения в эту сторону, попытки решить этот вопрос, пополнение российской армии, они начались с очень большим запозданием, так как будто к этому вообще никто не был готов и никто не собирался восполнять никакие потери. Все эти добровольческие батальоны, все эти варианты скрытой мобилизации, там, найм людей на контрактную службу, их приглашения в эти ЧВК различные, сборы этих заключенных, которым занимается предложен, они все начались с большим опозданием на самом деле и так, несколько судорожно. Мы видим, как очевидно поступила разнарядка в регионы, всем создать, значит, свой региональный батальон, кому-то там один, кому-то два. Видим различные отчетные видео об этом, там фото, что вот, создали, значит, в одном регионе, в другом регионе, все у нас замечательно, только все равно все это пока еще не доходит до фронта, все это в очень небольших объемах и совершенно в таком непонятном составе туда идут какие-то мужики в возрасте, которые, конечно, никакой боевой ценности не представляют, и, в общем, разные люди сомнительные очень. При этом, что касается техники, мы видим, как российская армия активно поставляет технику старую, да, мы помним и танки Т-62, совсем уж старые, и многочисленные, да, снятые с хранения, и Т-72 и прочие, которые не оборудованы современными различными системами. Нельзя просто говорить, что, например, танк Т-72 образца раннего, да, он равен тем же Т-72, которые были изначально, да, использовались в российской армии во время этого вторжения, в начале, потому что, ну, очень важно, да, очень серьезно на боеспособность танка влияют не только, например, различные системы, которые, системы защиты, которыми его обвешивают, это как раз небольшая проблема, хотя мы тоже видим, что они работают очень плохо, но все-таки обвесить несложно, ну, например, заменить прицелы, заменить двигатель, все это, то, что как раз было на модернизированных танках, на танках, снятых с хранения, ну, практически невозможно, и быстро уж точно это не сделать, плюс многие те же вычислительные разные элементы, прицелы, там, ночного видения, они были и иностранные в том числе, мы помним про эти расследования, их сейчас нет просто у российской армии. Соответственно, что мы видим так в целом, да, у российской армии начались потери достаточно существенные, а она была к этому не готова, в какой-то момент не было вообще практически никого в пополнении, потом началось судорожное затыкание дыр хотя бы чем-то, снимаются с кладов старое оружие, призывают, значит, старых, можно так сказать, людей, да, в возрасте, потому что мы знаем, что в добровольце очень много идет людей там возраста 40, плюс явно это уже мужчины не самых лучших боевых кондиций, так скажем, и при этом, да, нет никакого решения по хоть какой-нибудь официальной мобилизации, ни призывников не решили отправлять на фронт, да, то есть понятно, что это довольно опасное было бы решение для путинской власти, но оно могло быть, так скажем, они могли взять его, принять и решить, как-то это обосновать пропагандистски и так, и далее, сказать, что ну вот теперь, значит, у нас, мы столкнулись с сопротивлением, значит, поэтому мы отправляем призывников. Они не всеобщую мобилизацию не объявили, которую очень все ждали, потому что она тоже была достаточно логична, то есть они абсолютно не были к этому готовы, и какой бы там ни был их план, он, конечно, никак не подразумевал то, что им придется восполнять достаточно серьезные потери и воевать в длительном конфликте, потому что длительный конфликт, он всегда подразумевает потери, даже если вы воюете достаточно успешно, даже если вы достигаете каких-то целей, если время идет, то солдаты будут умирать, если это война. Это нормально, стоит этого ожидать, и если их план был воевать полгода, то в этом плане должен был быть пункт, а как мы будем возмещать потери? Ну, очевидно, мы видим, что этого пункта нет, что говорит о том, что никакого и плана воевать полгода у них не было. Вот такая одна, наверное, характерная деталь. Вот, еще, наверное, второе, на что я хотел бы обратить внимание, российская армия столкнулась, как будто бы столкнулась с непониманием возможностей собственного оружия и того, что эти возможности очень ограничены. Потому что мы видели, как в начале войны российская армия так и не смогла ничего сделать с украинской ПВО. И в целом с авиацией. Они ожидали, что сейчас мы все быстренько подавим, значит, и даже объявляли об этом, конечно, что все самолеты украинские уничтожены, все ПВО уничтожено, все отлично, только почему-то теперь, значит, российские самолеты боятся летать дальше линии фронта и вообще делают это очень осторожно. А потеряно у России самолетов приблизительно столько же, сколько у Украины по таким открытым данным, да, возможно, и больше на самом деле. Плюс ракетная техника. Да, конечно, российские ракеты летают. Они взлететь, как оказалось, все-таки могут. Но их мощность оказалась, наверное, сильно преувеличена в головах российских военных, да и, возможно, военных всего мира. Мы видим, как все эти хваленые Искандеры, различные корабельные ракеты, да, они все действуют не столь эффективно, как хотелось бы российским военным. Во-первых, они совсем неточные оказались, и мы видим очень много попаданий мимо, мы видим очень много попаданий по гражданским объектам там, где российская армия заявляла, что якобы они обстреливают только инфраструктурные объекты, военные объекты. Мы видим, как все эти калибры влетают в жилые дома, что совершенно, конечно, неприемлемо является военным преступлением. Мы не знаем точно, это неточный выстрел или сознательная атака жилого дома, но много есть моментов, много есть случаев, когда действительно это все похоже просто на очень неточный обстрел. При этом, да, мы знаем, что некоторые объекты, такие как, например, мост в Днепре, в городе Днепр, собственно, через реку Днепр, и мост в Затоке, обстреливали несколько раз, и мост в Затоке в итоге удалось уничтожить, ну, или, во всяком случае, вывезти из строя, но потребовалось очень много ракет для этого. А мост в Днепре один раз, по-моему, атаковали, он просто чуть-чуть пострадал, и все, и на этом все, собственно, закончилось. То есть ракеты российские оказались достаточно слабенькие, скажем прямо. И, да, они наносят очень серьезный ущерб жилым постройкам, собственно, не военным объектам, которые не предусмотрены для сопротивления ракетам, а все серьезные объекты никак особенно не страдают. Те же аэродромы украинские все еще действуют, самолеты взлетают, и все у них неплохо. И российское ПВО оказалось не таким уж хорошим. Мы видим, что как только подъехали хаймарсы, да, ничего с ними сделать российское ПВО не может. Мы видели, что взлетают баэрактары, ничего с ними особо российское ПВО сделать не может. Да, около трех или четырех баэракторов в итоге сбили. Может быть, какой-то вообще сам разбился, неизвестно. Но в целом, да, борьба с беспилотниками тоже провалена оказалась. И тоже как-то непонятно, вот это вот все было ли в плане Шойгу, о котором он говорит. Но, скорее всего, нет. И тоже очень характерный момент. Они так и не знают, чего с этим делать. То есть видно, что они принимают какие-то решения, конечно, по ходу, и общего плана нет. Кроме того, мы видим, что плана нет, и потому что их заявления о целях, о каких-то их задачах, идеях, они все время запаздывают. И уже когда становится очевидно, что эту цель не достичь, они все равно ее озвучивают. Наверное, помнишь, как долго шла речь о десанте в Одессу и вообще о захвате Одессы, когда уже, ну, дураку было понятно, что даже Николаев уже, ну, защищен украинскими войсками достаточно серьезно, и ничего там не будет. Вот. Но они продолжали об этом говорить, и даже чуть ли не после затопления крейсера Москва. Вот. Наверное, вот так. С точки зрения территориальных притязаний и вообще общего плана, концепции этой войны, да, исходя из того, что мы знаем по Washington Post, исходя из того, что мы наблюдали воочию, есть ли представление, чего изначально хотели сделать, да, каков был план, и там, в какой момент он пошел не в ту сторону и изменился? Да, благодаря расследованиям Washington Post мы, в принципе, убедились в том, о чем догадывались и раньше, что план российских войск, он был рассчитан на минимальное сопротивление украинцев, на то, что удастся вот просто так колоннами техники зайти в страну, просто занять все ключевые города, все ключевые зоны с минимальным сопротивлением. Да, возможно, где-то будут какие-то сложности, будут, придется немножко повоевать, но в целом они рассчитывали, что вот мы сейчас всю Украину быстренько займем. Я думаю, что они всерьез воспринимали только ту группировку украинских войск, которая находилась, собственно, на линии соприкосновения с вот этими террористическими ЛНР-ДНР, и поэтому, кстати, в первые дни войны, там же почти не велись военные действия, там были обстрелы, но никаких попыток штурма Авдеевки или наступления в сторону Марьинки, еще чего-нибудь, такого всего не было. И мы помним, что, например, наступление на юге в сторону Мариуполя со стороны Донецка, со стороны Донецка, вот оттуда, со стороны Ростова, началось чуть позже, чем то наступление, которое шло из Крыма. И, конечно, они рассчитывали, что вот войска, значит, застрянут украинские там, на линии соприкосновения, а в это время российские части все займут по-быстренькому, и все, на этом все закончится, потому что украинское государство прекратит существовать. Может, рассчитывали, что там Зеленский сбежит, или его убьют, или возьмут в плен, и вот все развалится просто. Наверное, так. И они, самое главное, что они очень долго продолжили в это верить, что вот-вот, и все реально посыпется, потому что мы видели эти безумные десанты, когда, ну, все знают про десант в Гастомеле, но был же еще замечательный по своей, не знаю, ужасности, по своей какой-то ошибочности десант и прорыв мимо Николаева, когда там буквально колонны на грузовиках ехали, их там всех просто побили, уничтожили, и выглядело это ужасно. Да, на вертолетах тоже пытались что-то там чуть ли не к Одессе подлететь. Они очень долго, очень долго приходили в себя и понимали, что нет, все-таки украинская армия нормально сопротивляется, вот, и ничего вот так легко не получится. И в какой-то момент они начали рассказывать, что у спецоперации, у войны совершенно другие задачи. Ну, то есть, какая-то появилась вторая, третья фаза. Вот эти переходы, как ты их помнишь и как ты их объясняешь? Это какие-то запланированные переходы или какая-то, значит, то, что пошло не по плану? Ну, конечно, самый главный переход это было отступление из Киевской, Черниговской, Сумской областей, да, со всего северо-востока Украины. Я думаю, что они до этого много говорили про все, про ту же деноцификацию, вот это вот все, демилитаризацию. И в целом, да, в их планах звучала вся Украина. Потом они решили, что можно попробовать, возможно, как-то надавить через Европу на Зеленского какие-то переговоры, чтобы что-то выиграть из того, что они уже захватили. В общем, сложно-сложно это предугадывать, естественно, все эти переговорные штуки. Но вот это отступление, которое как бы до сих пор многим путинским патриотам, наверное, вспоминается очень недобро, оно, конечно, стало первым подтверждением того, что все идет не по плану. И да, после этого они стали больше концентрироваться на Донецкой области и прямо заявляли, что у нас, значит, цель это, как они говорят, освободить территории ДНР, так называемой ЛНР. У них же позиция, что, значит, вся Донецкая и Украинская область принадлежит к этой ДНР, а Луганская к ЛНР. И вот они это называют освобождением. И действительно, они переориентировали потом удар туда. Видимо, просто провели какое-то совещание или серию совещаний, поняли, что как бы все идет совсем плохо и надо хоть что-то как-то делать адекватно по-военному, а не политически, потому что вторжение это проходило каким-то политическим принципом. То есть, значит, идем во все места сразу, никаких, никаких, значит, именно военных планов нет. Здесь у нас ОМОН поедет, здесь вертолеты полетят, все быстренько захватим администрацию, а потом уже действительно они, наверное, вот после, собственно, это был конец мая, да, марта, это был конец марта, когда они поняли, что нужно воевать уже по-настоящему. И с тех пор, вот с момента отступления от Киева, российская армия показывает, что она уже именно воюет, а не пытается быстренько захватить страну. Вот, наверное, так. И после этого момента уже можно говорить о создании хоть каких-то планов и их каком-то выполнении. Да, эти планы часто были ошибочны, часто сталкивались с серьезным сопротивлением и несколько менялись. Но мы видим, что вот в определенных, да, небольших местах они добились, российские части добились успеха. именно благодаря нормальному военному планированию и серьезности, да, отношения уже к этому. Они сделали ставку на артиллерию, например. Но, но, также мы видим, что после захвата Луганской области, после захвата Северодонецка, Лисичанска, который дался, судя по всему, с большими потерями российской армии, и после приезда Хаймерсов, и результативного приезда, да, ударов по Слодаму, у российской армии снова кризис, они снова не понимают, что им делать, снова большая пауза. По сути, эта пауза тянется вот так вот, чуть ли не с... С Лисичанска, да? Да, 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 да. Это просто все очень-очень большая пауза. Они реально не понимают, что делать. Возможно, они запуганы даже, я бы сказал, потому что кажется, что они все, да, все вот генералы и Шойгу, все выглядят перед Путиным виноватыми, потому что они не дали ему ничего, что он хотел, и, возможно, они даже уже боятся что-то такое делать, брать на себя инициативу, придумывать какие-то планы, сидят и не делают особо ничего. Это также подтверждается тем, что, например, на острии атаки были ЧВКшники, и Вагнер там всем рулил, рассказывал, что, значит, он будет заканчивать эту войну и все такое. Но и он тоже немножко поатаковали-поатаковали они, взяли, да, небольшой участок рядом с Светлодарском, но и все, и дальше и у них сил особо нету. Поэтому, конечно, сейчас стоит говорить о том, что у российской армии осталось только один план, затянуть войну и пытаться, да, как-то воевать на истощение. Я очень скептически отношусь к тому, что у Путина есть какой-то, и у его генералитета есть какой-то реально стратегический, там, тактический план наступления, значит, вот здесь мы возьмем Бахмут, там, например, потом пойдем на Славянск и так далее, или, например, там сейчас выбьем всех, значит, из Авдеевки, а потом прорвемся куда-нибудь на Павлодар, Павлоград, по-моему, да, потом, значит, здесь у нас наступление на Кривой Рог, еще что-то, нет, я думаю, что ничего такого нет, они сейчас просто сидят и вот на тех позициях, которых есть, и чего-то, видимо, ждут, ну, как, в принципе, в России часто бывает с любой проблемой, которую сложно решить, как бы, она так и, может так и оставаться много лет нерешенной. Ну, последние заявленные цели, которые были, это, собственно, Донецкая область, которую Россия никаким образом не получается взять все это время, по крайней мере, целиком, и, соответственно, часто мы видим истории про проведение референдумов на захваченных, оккупированных территориях, которые тоже не особо продвигаются, потому что военные успехи сильно отстают за желанием политического руководства. Глобально, на твой взгляд, какие еще изменения в цели полагания, да, мы же знаем, что цель у спецоперации всегда была одна, но дело в том, что она постоянно меняется в зависимости от обстоятельств. Значит, какие еще они могут заявлять цели в контексте того тренда, разворачивающегося, который мы видим, ну, то есть какие еще этапы ты можешь себе представить в рамках этой войны, если тенденции нынешней потери инициативы у российской стороны, да, и там получение инициативы у украинской стороны сохранятся. Я думаю, что самое опасное для Украины будет, если российская армия, ну, и в целом, она неразрывно связана, да, с политической силой, если они начнут заявлять что-то о том, что спецоперация закончена, мы, значит, что смогли, отвоевали, все, все молодцы, теперь наша задача защитить мирных жителей, мирных жителей Донбасса, там, Херсона, еще чего-то, вот украинцы, значит, такие плохие, злые, они всех обстреливают, а мы стоим на страже мира, независимости этих, значит, территорий, и всего-всего такого, и они просто останутся на рубежах, наверное, для них это самое простое и удобное, ну, конечно, да, мы понимаем, что вот просто так отказаться от захвата Донецкой области будет очень сложно, но мы знаем миллион примеров, когда пропаганда и более абсурдные вещи объясняла, и ничего, как бы никаких каких-то проблем не было с этим, поэтому я легко допускаю такую возможность, особенно учитывая, что впереди осень, зима, и все такое, в конце концов, они могут взять вот эту паузу, потом придумать какой-то любой очередной повод и попытаться возобновить, например, атаки весной, но все-таки, наверное, стоит ожидать хотя бы какого-то, хотя бы какой-то попытки еще до конца года что-то сделать с Донецкой областью. Я думаю, что сейчас все же российская армия использует эту паузу для перегруппировки, она, эта перегруппировка очень-очень затруднена украинскими действиями, атаками тылов, но она наверняка идет, и я думаю, что как минимум одну существенную попытку мы еще обязательно увидим, у нас есть еще, наверное, на этом месяце два, может быть, даже три, в зависимости от погодных условий, просто потому, что это очень такая чувствительная для них цель Донецкой области. По поводу референдума все очень-очень сложно, туманно, конечно, наверное, они скорее бы и хотели провести, но тут тоже возникает сразу вопрос, а референдум про что? Про то, чтобы присоединить к России или сделать независимыми? И тут много есть и плюсов, и минусов, да, с точки зрения Путина для и той, и той стороны, и совершенно понятно, да, что эти референдумы будут абсолютно дичайшие, идиотскими, ненастоящими, никто вообще их всерьез не воспримет, они будут гораздо менее настоящими, даже, чем те псевдореферендумы, которые были в 2014 году, и это уже совсем будет идиотизм, а Путин все-таки не любит совсем себя выставлять идиотом, да, на международной арене, он как-то пытается, пытается типа строить из себя крутого политика, который вот все делает, значит, серьезно, поэтому я все-таки не верю все так же в эти референдумы, скорее, о них просто говорят, вот. Я думаю, что еще российская армия очень сильно верит в возможности пополнения, да, они же готовят еще один армейский корпус, они собирают все-таки всех этих добровольцев, и я думаю, что именно с этим может быть связана та самая последняя попытка в этом году, они вот сейчас все подтянут, всех этих добровольцев куда-то их соберут в одно место и попробуют, наверное, что-то атаковать, ну, я бы ждал атаки, конечно, на Восточном фронте, не в районе Донецка, а скорее вот там же, где все и идет, либо южнее Изюма, либо правильнее Пахмута, Северска, где-то там. Спасибо большое, что посмотрели, поддержать, как всегда, можно на Патреоне, ссылка в описании, ну, и с помощью суперспасибо, а с вами был Майкл Даги, всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok